Губернатор Тверской области побывал с рабочим визитом в Оржеве. Он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Также Игорь Руденя провел прием граждан и посетил строительство комплекса подготовки питьевой воды. Среди журналистов, сопровождавших главу региона, была и наш корреспондент Наталья Чекет. Рабочий визит глава региона начал с участия в памятных мероприятиях на мемориальном комплексе «Парк мира и примирения». Игорь Руденя вместе с собравшимися почтил память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Вспоминая об этом тяжелейшем событии истории, мы сохраняем память в наших сердцах практически от 27 миллионов человек, которые отдали свою жизнь за нашу свободу и независимость страны. При этом очень важно сказать, что победа досталась очень дорогой ценой. Здесь, на Ржевской земле, наши солдаты и офицеры насмерть стояли против отборных нацистских полчищ. В этот же день на мемориальном кладбище состоялось захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на Ржевской земле в прошлом году. Земле предали 585 останков, из них у 34 защитников удалось установить имена. Это еще не конечный результат, потому что есть медальоны, записки, которые пока что не удалось прочитать, но мы пытаемся. Я надеюсь, что будет еще. Участие в захоронении приняло 11 поисковых отрядов из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области. Почтить память павших воинов приехали и родственники, чьи имена удалось установить. Среди них родные ржевского солдата, погибшего в 1941 году на Смоленской земле, Ивана Дмитриевича Старшова. Он приходится нам дядя. Мы даже уже не ждали, у нас не было уже никаких мыслей по этому поводу, что его когда-то найдут. Жаль, что не дожило то поколение, которое его знали воочию и помнили. Игорь Руденя принял участие в церемонии погребения останков советских солдат, поднятых поисковыми отрядами. Также в память о героях войны глава региона вместе с руководством муниципалитета, епископом Ржевским и Торопецким Адрианом, возложил цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Во время рабочей поездки губернатор провел личный прием граждан. Жительница Ржева Ирина Никифорова обратилась с просьбой отремонтировать фасад многоквартирного дома номер один по улице Краностроителей. Он находится в центре города, и у нас там много экскурсий проходит, и все дома были лежащие в хорошем надлежащем визе, а наш дом стоит не в очень хорошем состоянии. Ремонт крыши нам сделали, а фасад никто не делает. Мы обращались в управляющие компании, обращались в администрацию, но так никакого ответа мы не получили. Глава региона сообщил, что уже заключен договор с подрядной организацией. Работы должны выполнить в этом году. За поддержкой в решении вопроса благоустройства территории воинского захоронения в деревне Орехово Ржевского округа к губернатору обратилась Валентина Иванова. В деревне Орехово 768 захоронено наших воинов-павших. Это захоронение было 1956 года. В советское время, конечно, там благоустраивалось, там делалось, но сейчас, конечно, нужно более современно сделать и поменять и ограждения, и вокруг обустроить. В итоге решено, что благоустройство воинского захоронения будет выполнено до 1 октября. Средства выделят из областного бюджета. В Оржеве ведется строительство комплекса подготовки питьевой воды. С уже проделанной работой ознакомился губернатор. Сейчас на объекте возводят резервуар для чистой воды. Сюда она будет попадать после очистки поверхностных стоков и храниться, и раздаваться в последующем на потребителя РЖЕВ-1 и РЖЕВ-2 благодаря станции второго подъема и третьего подъема. Вот сейчас мы возводим фундаменты РЧВ и станции второго подъема. На строительстве задействовано 50 человек и 12 единиц техники. Все работы планируется завершить в мае следующего года.